Здравствуйте, в философии вашей школы говорится, что не нужно на зло отвечать злом, то есть не нахамить в ответ и так далее. Нет, так не говорится. Абсолютно с этим согласна. Но вот не совсем понимаю, есть люди, которые вежливость воспринимают как слабость. Например, я пытаюсь решить вопрос с кем-либо, вежливо у меня не получается. А как придет муж и в очень жесткой манере поговорить с тем же человеком, и тут же этот человек ведет себя по-другому и как-то все решается. Не пойму, в чем же тогда быть? Дело в том, что когда вы, допустим, считаете, что нужно вежливо относиться к какому-либо человеку, то вы в этот момент не можете переключить себя и считаете этого человека частью своей жизни, частью своей семьи. А нужно считать этого человека не частью. Очень часто человек не может переключиться. Я вам хочу сказать, что когда вы относитесь к другому человеку хорошо, это не значит, что к нему нужно относиться как к мужу, как к ребенку или еще как к кому-либо. Относиться хорошо – это не обмануть человека. Относиться хорошо – он должен, такой человек, всегда чувствовать дистанцию, что вы не родня для этого человека. А мы очень часто начинаем делать так. Мы хорошо относимся, говорим что-то этому человеку. Он располагается и думает, да, она ко мне относится, как будто ее сын, дочь, друг и так далее. И потом, да, друг может подождать, да. А муж ваш, он относится по-другому. Он приходит и говорит, я тебе не друг, я тебе там мушки оторву. Но это ошибка ваша, это ошибка вашего мировосприятия. Да, можно относиться хорошо, а относиться хорошо обозначает вовремя сделать, но здесь никто, здесь как бы не нужно убеждать человека. Здесь не нужно относиться, как будто он родня, не нужно относиться, как будто он самый близкий человек. Он просто работник, он просто сотрудник, работник или еще кто-либо. А если это сотрудник и работник, нужно так и говорить, вы взяли деньги, когда я это все получу. Или давайте будем тогда подключать там силы какие-то и так далее. Никогда, никогда в бизнесе не делайте из тех людей, которые являются вашими партнерами, из тех людей, которые являются вашими, возможно, бизнес-партнерами, поставщиками или наоборот покупателями, не разрешайте этим людям объединяться с вами и иметь какие-то семейные отношения. Они ваши бизнес-партнеры, никаких семейных отношений. Почему? Потому что когда будут рассчитываться, будут рассчитываться с кем угодно, а вас будут воспринимать, да ничего страшного, он может подождать, это ж наш друг типа, никакой дружбы. К друзьям относятся хуже, чем к обычным людям. Субтитры создавал DimaTorzok